Я знаю ваши проблемы, вы их давно озвучивали, и о медиа-измерителе, медиа-центре, ну, дворец средств массовой информации и так далее, и тому подобное. И о том, что мы должны создать мобильный такой, если можно так выразиться, канал по типу Евроньюз и других, которые очень кратко доступны, и тем не менее аналитика у них есть, выдают информацию, потому что люди очень заняты, и слушать длительные вот такие, ну, как на БТ вечером, после рабочего дня, там, или полдевятого на УНТ вечером, или на СТВ полвосьмого и так далее, я их смотрю, эти итоговые за день передачи или итоговые за неделю, вечером идут, это вечером. А в течение дня люди хотят получить главную информацию, и порой иногда ловлю себя на мысли, что я отвлекаюсь от всяких сюжетов, и читаю строчку, чтобы получить главную информацию, поэтому надо сжатая вот такая краткая информация по сути, с видеорядом каким-то и так далее, я все это знаю и понимаю, и сам инициировал это. Но, к чему я это говорю? Вы понимаете, что лишних денег нет, и мы сегодня должны определиться, что в первую очередь нам необходимо, или эту телекамеру купить, или какое-то студийное какое-то там оборудование, зарплату заплатить журналистам, или еще там чего-то купить, или же построить медиа-центр. Все надо, но надо выстроить по приоритетам, определившись. Прошу это иметь в виду.